И будет еще одна интересная тема, это городские посадки. Так скажем, сейчас мы вернемся от прекрасного в город. Вот, городское озеленение. Как вот я с коллегами разговариваю, на самом деле, если бы у меня давным-давно был выбор, я тогда не задумался, что я плотно займусь озеленением и ландшафтом, выбор между городскими проектами и частными, я бы выбрал частные проекты. Но сейчас я уже хорошо умею делать только в городе сажать. Ну и частные сейчас. Так, начинаем. Значит, сегодня я хочу поговорить на собственном опыте о 10 основных правилах посадки. В основном это будет касаться деревьев аллейно-парковых, и в основном это деревья будут обхватом, я буду говорить о деревьях обхватом 12-14, 14-16, 16-18 и где-то до 32. Вот, это все реальные кейсы из моей практики. Я в городском озеленении допустил массу ошибок, были фатальные ошибки, были критические ошибки, но по происшествии уже 6 лет я научился работать в городском озеленении, сажать деревья. И вот у меня результат сейчас этого прошлого года, это на 900 деревьев высаженных у меня отпад одно дерево. То есть это, на самом деле, вот первый такой рекорд состоялся. Значит, первое правило – это осмотр места посадки. На самом деле город – это очень сложный объект с точки зрения инфраструктуры. А именно это подземная инфраструктура, это линия электропередач. Ну и также мы смотрим место посадки с точки зрения освещенности. Это вот реальная ситуация, это улица, и это вот происходит уже посадка клёнов. Значит, что здесь, какие основные моменты? Вот здесь я предоставил вам перечень реальной 12 организаций, с которыми я согласовываю место посадки в городе. То есть мне надо найти 12 мужиков из 12 вот этих организаций. Они все, как правило, важные, к ним я записываюсь на приём, мы пишем письмо от исполкома и идём на всякие ухищрения для того, чтобы их выманить на ту или иную улицу и поговорить с ними об их подземных коммуникациях. Я ещё не встречал ни одного города, где можно было бы прийти в какой-то кабинет, попросить топографические карты, их предоставили, и я работаю с документами. Как правило, это на самом деле выездные совещания. Мы ходим, и все говорят начальники, у меня здесь труба проходит, у меня здесь кабель проходит и прочее. Вот, это живой пример. Дальше, правило номер два. Это посадочная яма. Значит, основное правило посадочной ямы, это то, что она у нас не глубокая, но широкая. Я придерживаюсь правила при посадке посадочной ямы, диаметр её полтора диаметра кома. И потом, когда дерево уже приживается, я стремлюсь к диаметру приствольного круга уже полтора метра. Дальше, это, вот, Кирилл говорил, вы, наверное, уловили, когда они сажают у себя в питомнике или на объектах Неваки, они чуть-чуть завышают ком. Я точно самое делаю, то есть мы сажаем всегда выше грунта посадки, где-то на 5-8 сантиметров. И питательный грунт обязателен. Я сейчас вам покажу, почему именно нужно делать широкую, неглубокую яму. На самом деле, этому есть вполне логичное объяснение. Если мы делаем стандартную посадочную яму, и вот наш ком, всё можно объяснить. Вот у нас посадочная яма, вот у нас ком с деревом. И, значит, мы посадили, и у нас корневая развивается так. Вот все активные корни, они, в принципе, находятся на глубине 20-40 сантиметров. Если мы яму сделали чуть пошире, вот пускай она уже будет вот так, у нас ком также установлен, у нас уже корневая начинает развиваться следующим образом. Если мы сделали её хорошо широкой, как это рекомендуется, у нас уже корневая, ну здесь я ком маленький сделал, то есть вот так вот. То есть у нас развивается очень много активных корней, что нам как раз и нужно. И то есть это большое заблуждение, что многие в посадочную яму, на самом деле я также сажал вначале, то есть мы делали посадочную яму, потом и сюда питательный грунт, и сюда питательный грунт, и везде вот так всё обкладывали, прикорневую шейку не смотрели и начинали сажать. Вот все активные корни, они располагаются здесь. Вот, поэтому я вам большой совет даю, это мы сейчас говорим именно про городские условия. Вот, в общем-то, мы что видим на схеме. Вот у нас ком, у нас, значит, как я говорил, мы ком чуть-чуть завышаем над уровнем грунта где-то на 5-8 сантиметров. Дальше мы делаем широкую яму, вот она, посадочная яма. Значит, мы обязательно делаем отвал, ровик, для того, чтобы при поливе у нас вода не растекалась. И слой мульчи. Мульчирование где-то мы применяем 7-8 сантиметров, и мы считаем, что этого достаточно. Вот, вот это показатели абсолютно неправильной бездарной посадки. Это мы сажали. Вот. Бездарной посадки, да, то есть здесь абсолютно чёткие налицо проблемы, да, то есть просто подготовили какую-то яму и туда просто поставили дерево. Вот, здесь мы видим расстояние, то есть где-то здесь порядка, наверное, 20 сантиметров, то есть если ком раскрыть до штыка лопаты. Сейчас, к слову, я скажу, что когда мы осуществляем городские посадки, у меня есть отдельный человек, у которого функция только ходить вот с этой лопатой. То есть он реально устанавливаем дерево, он ходит, меряет, у него уровень полномочий, это заместитель президента, он может сказать, то есть, чтобы вы понимали, да, мы иногда делаем так, вот мы поставили, не угадали, мы обратно достаем оттуда дерево, началках, краном, то есть обратно подсыпаем, всё это утрамбовываем, обратно ставим, опять не угадали, то есть это очень-очень важно. По той причине, что, как мы знаем, в растениях, особенно в городских посадках, мелочей не бывает. На самом деле растения, как я пришёл уже к выводу, в городе, они не гибнут из-за того, что да, это питомник плохой, они нам прислали такой материал, на самом деле они гибнут абсолютно по ясным причинам, которые складываются из многих-многих мелочей, о которых я сегодня как раз и расскажу. Значит, это вот наша бездарная посадка. Дальше, правило номер три, установка дерева в посадочную яму. Самое основное, на самом деле мне это приходилось и приходится до сих пор искоренять, просто-напросто, это хватаются за ствол. Когда хватаются за ствол, мне охота вызвать милицию, ну, чтобы этого человека просто забрали куда-то, вот, это дёргание за ствол. Это непонятная до сих пор для меня причина вот так просто его раскачивать. Ну, то есть, или вес его там смотрит, раскачивание ствола в коме. И то есть мы понимаем, да, что никаких перемещений дерева за ствол не должно быть. Это строго-настрого надо исключить. И смотрите, вот, чтобы вы понимали, да, почему это очень крайне важно. Вот у вас дерево, вот питомник, да, вы выбрали достойный питомник с хорошей агротехникой, с хорошей логистикой, которая обладает всеми средствами механизации для того, чтобы это погрузить качественно в фуру. Дальше эта фура приехала к вам. Как правило, в городе посадка происходит так, что сначала я фуру разгружаю на какую-то станцию перегруза. В моем случае это просто какая-то площадка. На этой площадке дерево, мы, деревья мы разгрузили. Потом пришли еще несколько фур, все мы разгрузили. Дальше происходит, мы определяем улицы, где у нас идет там посадка в тот или иной день. Мы подходят, кран-манипулятор, мы это все грузим и везем на улицу. Ой, ну, где будет осуществляться посадка. Дальше не происходит обратно, это иначе бы просто выливалось все в копейку, сразу посадка с борта. Как правило, опять определяется недалеко от улицы какая-то площадка, и на эту площадку все сгружается. И дальше мы уже начинаем посадку. Просто другое дело, что мы эти посадки делаем на расстоянии определенным. Там каждые 30 деревьев и поехали. Вот. И поэтому вот этот момент, он крайне-крайне важный. Как вы будете заниматься установкой дерева в посадочную яму? Значит, ни для кого не секрет, что есть определенные уже и разработки. Здесь есть и, по-моему, компания в Москве, КамЛех или КамТех, занимается производством вот таких тележек для перемещения комов. Эти тележки идут различной модификацией. И с комами деревья можно перевести, и в контейнере, и различного веса. Дальше у нас идут. Вот мне нравятся вот эти лебедки для кома. То есть я считаю, вот по моему опыту, вот это самое эффективное. Когда мы вообще не травмируем ни ком, ни дерево, а все аккуратненько складываем. Потому что мы очень долго работали с чалками. Но вот это, как это, вот я даже специально вот это оставил, да, зелен снаб, то есть есть, это российское, я его не рекламирую, просто там это доступно и стоит каких-то, ну, небольших денег. Это также обычные чалки, вот. И для перемещения используем вот такие крюки. Эти крюки для, можно изготовить или самим, или просто купить уже готовые решения в магазинах там. В том же самом зелен снабе есть, в магазине для питомников. Вот. Значит, правило номер четыре. Это прикорневая шейка. На самом деле это большая-большая проблема. Это, наверное, когда мы приезжаем не на свои объекты, ну, на частные объекты, это самая главная ошибка, мы видим, да, то есть прикорневая шейка реально зарыта. Потом особо обращайте внимание, когда сначала посадили деревья, а потом начинает работать с газоном. То есть получается так, что дерево посадили, потом они еще делают растительный грунт, потом укладка газона, и получается прикорневая шейка где-то заглублена. Мы вот недавно, ну, не недавно, а прошлым летом, просто, можно сказать, уже искали прикорневую шейку у трех деревьев. Ну, мы ее нашли, вот. Но это был ужас, конечно. И вот для того, чтобы от этой проблемы просто избавиться, ее раз навсегда решить. Во-первых, здесь немаловажный факт имеет, с каким питомником вы работаете, да, то есть иногда бывает так, что деревья приходят с комом, уже с заглубленной чуть-чуть при корневой шейке. Потом европейцы, вот я знаю, когда они отправляют товар, они еще подсыпают, ну, специально наверх небольшой такой субстратик. Вот. Это тоже надо все разгребать. И для того, чтобы просто с этим вопросом не ошибиться с прикорневой шейкой, на самом деле, как бы, вот, когда работник работает, ему очень сложно объяснить, что такое прикорневая шейка. Вроде бы все понятно, да. Ну, вот корень, ну, корень, ствол, ну, вот прикорневая шейка. В действительности же, что только не называли этой прикорневой шейки. У меня один просто прикорневую шейку искал на одном из корней. Ну, то есть он такой говорит, я где-то видел, что вот это и есть она. Вот. На самом деле здесь, в принципе, ее очень легко найти. То есть мы используем следующий метод. Мы просто ищем первый верхний корень. То есть он в любом случае у дерева есть. Это первый верхний корень. И мы его просто оголяем где-то, ну, 3-4-5 сантиметров. Максимум, больше не надо. Полностью все вычищаем вокруг. Все, у нас прикорневая шейка найдена. Все открыто, все хорошо. Дальше правило номер 5. Открываем ком. То есть, смотрите, один из моментов, когда происходит посадка, дерево, ну, это логично. И кажется даже, что об этом говорить, дерево должно стоять прямо. Ну, это, ну, всегда оно должно стоять прямо. Но, знаете, вот я уже посадил больше 10 тысяч крупномеров. И у меня каждый год те работники, которые занимаются посадкой уже все те же 10 тысяч, они постоянно у меня умудряются еще иногда криво посадить. То есть, прямота вот эта, она, прямой угол у ствола должен быть. И, кстати, еще очень немаловажный факт, проверять этот угол в течение где-то даже, может, через 2 недели к этому дереву подойти. Потому что, когда вы начинаете осуществлять уход за деревом, то есть пролив, у вас дерево просто может от этого пролива, где-то были воздушные карманы, еще что-то накрениться. И эту ситуацию надо подправить. Я вам сейчас слайды покажу, какая реальная ситуация даже была уже через 2 дня. Хотя изначально они все, ну, там прямо сажали. Но есть, конечно, те, которые иногда и криво сажают. Второе – это удаление мешковины с верхней части кома. То есть, смотрите, так как я не буду говорить о том, это уже все и так знают, да, что там мешковина у нас гниет, корни через нее прорастут, я говорю именно про верхнюю часть, и все прям вырезаем, я сейчас покажу, прям по контуру, по верхней поверхности кома. И обязательно удаляем металлическую сетку именно с верхней части кома. Прямо ее просто отрезать, все, ну, любыми способами, какими у вас это работники могут сделать. Очень много дискуссий по поводу сетки. То есть, есть лагерь, который говорит, что ее надо удалять, и вот у них есть там какая-то фотография, которую они каким-то образом где-то достали, как корень врезается в сетку, и это ужас. Есть категория, к которым я отношусь, которая не считает ничего в этом плохого, в этой металлической сетке. Я объясню почему. Во-первых, город – это всегда надо рассматривать экономику. Я бы, может быть, и рад эту сетку снимать на самом деле. Но, во-первых, первое, так как у меня с момента прихода дерева на площадку до момента его фактической высадки, как правило, этот период составляет до 7 дней иногда. То есть мы, естественно, на этой площадке проливаем все растения, ой, деревья. Я боюсь, что у меня произойдет разрушение кома. Но сколько было случаев, когда нам вынуждено приходилось деревья, допустим, из-за теплосевьяков, когда они, допустим, теплотрассу меняют, еще что-то, где-то деревья выкапывать, я прям видел состояние, я не обнаружил такого, что там какой-то корень врезается там куда-то. Поэтому я вот делаю так, а здесь уже вам считать, как вы будете вы ее убирать или не будете, эту металлическую сетку. Значит, вот у нас получается. Это опять элементы неправильной посадки, которые мы осуществляем. Значит, вот мы видим, бешковина и металлическая сетка, что вы, еще раз я проговорю, вот так убирается. Вот прям вот по этой поверхности. Все, здесь все освобождается. Здесь все то же самое. Вот так все освобождаем. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот видите, аллея, да? Все есть. То есть осуществляется уход, да, пролив дерева. И что мы видим? Просто дерево, хотя оно, видите, оно все на подвязках, я не думаю, что люди специально подвязали его так, чтобы был какой-то угол наклона. Но в процессе посадки где-то карман воздушный, где-то грунт просел, и, пожалуйста, дерево наклонилось. Вот таких работ, вот у меня по статистике, где-то на них приходится где-то 20-30%. Ну, поправляем деревья. В реальности приходится этим заниматься, потому что еще момент такой, что в городе не осуществляется капельный там полив, или там этот, а обычно это с коммунальных машин шлангами. Вот, пожалуйста, еще, пожалуйста, пример неправильного, что здесь, во-первых, не натянут абсолютно веревки, вот, и мешковина не убрана. Она как пришла, пришло нам дерево вот с питомника в таком виде, и так оно и осталось. Правило номер 6. Мульчирование. Значит, как мы знаем с вами, мульчирование нам необходимо для повышения влагоемкости, для нивелирования температурных колебаний, для предотвращения произрастания сорных трав. И немаловажный факт – это эстетический вид, который тоже должен присутствовать. Значит, как я и говорил, мульчирование у нас 7-8 сантиметров, мульчуем и используем кора щепа, и по краю приствольного круга формируем обязательно этот ров. В городских условиях мульчирование, я вам поясню, эта процедура обязательна. То есть без мульчирования, поверьте мне, вы с этими деревьями будете мучиться. Это не говорит о том, что они у вас погибнут, но они себя будут очень плохо чувствовать и будут нездоровыми. По той причине, что первый год после посадки очень важен именно качественный полив. И даже если вы напишите красивые технические карты, объясните мастеру обслуживающей организации, а как правило, это МУПы, которые осуществляют полив с коммунальной машины, что надо вот лить 40 литров на один это или аккуратно, чтобы это не разливалось. Они это все делают или в ночные часы, или в раннеутренние часы, потому что помимо этого есть еще работа в городе. Вы не уследите за тем, что попала ли влага у нас к корням. В большинстве случаев без мульчирования произойдет такой же эффект, как вот Кирилл рассказывал про случай, по-моему, арка из березы, что так же. Но он поливает, а на самом деле пролив составлял 20 сантиметров. И смотрите, еще момент такой. Я когда хожу проверять работу обслуживающей организации в городе, то есть как они осуществляют уход, я никогда не задаю там вопросы, что вы там поливали, как для меня показатели, это просто берем палец и раскапываем, и просто смотрим, какая, ну, в каком состоянии вообще грунт. То есть увлажненный, когда осуществлялся полив. Вот, еще очень важный момент, когда вы что-то городу пишете в литрах, вы знаете, для них это пустой звук. А литры, они только одни знают. Вот, я вам не буду говорить какие, потому что коммунальная машина, она не отщелкивает литры. Поэтому мы идем по такому шагу. Мы берем ведра, ставим, ну, 40 литров, я замеряю время и говорю, вот смотри, закуривай сигарету, он закуривает сигарету. И вот это показатель, сколько он должен поливать одно дерево. Ему одной сигареты там, условно говоря, должно хватить на 5 деревьев. Все. И вот по такому принципу. И, кстати, это намного лучше работает, нежели перед ними умничать. Вот сидеть там, да, вот так, вот так. Вот, потому что они обычно всегда говорят, да, я лисовод с 20-летним стажем. Что ты мне здесь рассказываешь? Вот, значит, это правило номер 6. Мульчировать, как оказалось, тоже нужно обладать искусством. Вот. Казалось бы, ну что там такого, да? Ну это реально искусство. Вот здесь, например, маэстро допустил много ошибок, да? То есть какие? Во-первых, приствольный круг. Ну я не знаю, это, наверное, ну, я не буду даже говорить, да? Вроде бы мульчирование сделано правильно. Приствольный круг абсолютно неверного диаметра. А здесь просто вулканчик сделали. Ну вот автор видел это так, да? Вот. Он вот сделал такое. То есть вроде бы все просто, но реально это сложно. И вы знаете, вот у нас на обход посадки из где-то мы успеваем обойти деревьев и написать все рекламации в день, это максимум где-то 500 деревьев. Это максимум. То есть это реально работа с 8 до 5 вечера. Вот. Это вот приствольный круг. К этому отнеситесь предельно серьезно. И вот смотрите, вот сколько мы уже сейчас правил прошли. Вы видите, сколько мелочей? Казалось бы, они не важны, потому что, ну, пошел, посадил, и пускай растет, главное что-то там поливать. Вот из этих всех мелочей, если на них не обращать внимания, и формируется у нас как раз процент отпада, который иной раз у меня самый большой опыт, который я получил процент отпада, это 30. Вот. Но я тогда не задумался уходить из профессии, наоборот, такой думал, ну, ни хрена себе, 30. То есть у людей по книжкам пишут там, ну, до 15, а у меня 30 получилось. Начал анализировать, смотреть. Вот. Кстати, еще такой момент. Я все-таки придерживаюсь правила в последнюю очередь во что-либо обвинять питомник, а лучше сначала с помощью питомника разобраться у себя. Знаете почему? Потому что, возможно, это меня убережет в будущем от более глобальных, ну, и больших проблем, нежели сейчас просто сделать фотографию, отправить там в питомник и сказать, вот у вас что меняете. Так, значит, вот, пожалуйста, тоже элементы посадки, да. То есть здесь у нас вроде бы и ровик есть, но не соблюдена диаметра приствольного круга. Здесь у нас маленький просто этот приствольный круг, но и не было отступа небольшого хотя бы, чтобы мульчирование отступило от ствола. То есть это, вот это все, вот эта вся была работа, она вся была переделана абсолютно. Значит, по поводу приствольных кругов. Я здесь взял источник, личная страница на фейсбуке Натальи Борисовой. На самом деле я этой фотографией увлекся, когда я даже не был знаком с Натальей Борисовой. Она для меня там была, о, боже, там где-то там. Вот. И я у нее эту фотографию увидел в прошлом году. По-моему, она ее разместила летом. Какой-то там, ну, проект был. И вот я сразу сказал, я говорю, вот это вот именно идеальный приствольный круг. Почему? Он должен идти строго по кроне, понимаете? Вот смотрите, вот у нас крона идет, вот ее границы, контуры. И она, и этот приствольный круг прямо идет по кроне. И поэтому, когда вы начинаете просто заниматься формированием приствольного круга, только при посадке, имейте в виду, что работа по уходу за деревьями, именно в городских условиях, это не эпизодическая работа. Это у вас работа уже на, ну, если вы этим занимаетесь, или это обслуживающая организация, вы дальше будете расти просто вместе с этим деревом. По той причине дерево начинает развиваться, у нее крона становится больше. И вы, естественно, если у вас изначально был приствольный круг такой, он у вас потихоньку начинает расширяться по контуру. Вот так, кроны. Это понятно, да? Вот. И вот здесь именно мне очень понравилось. Вот. Отличный приствольный круг. Правило номер семь. Фиксация деревьев. Вообще, я здесь написал три вида, которые можно использовать в городе по фиксации. Это на анкера, это на деревянные колышки, традиционный метод, да? И это скрытая система крепления. Сразу поясню, что самая дорогая, ну, это, естественно, скрытая система крепления, самая дешевая и доступная деревянные колышки. И где-то усредненная, это находится у нас анкера. Анкера, это вот, представляет из себя следующее, винтовые анкера. Это значит, мы просто закручиваем вместо деревянных колышков анкера, и также осуществляем подвязку. То есть, плюсы анкеров какие? Самый один из важных плюсов, это он многоразового использования. Мы в прошлом году начали использовать эти анкера, но только не в городских посадках, а в частных посадках, но тоже в городе. И мы для себя просчитали, что мы будем эксплуатировать эти анкера от 6 до 8 лет максимум, то есть, ну, с покраской. То есть, у нас эксплуатация одного анкера будет, ой, на одно дерево будет уходить где-то 2 года. Стоимость такого одного анкера где-то, ну, 220 рублей. То есть, считайте, да, что у вас без подвязочного материала, без мешковины у вас уходить, ну, это 660 рублей. Как я примерно посчитал, то есть, если при средней стоимости крупномера, аллейно-паркового, обхват 14, 16, 16, 18, там 15 тысяч рублей, то 660 рублей это, получается, ну, сопоставимые деньги с тем, чтобы использовать именно вот эти металлические анкера. Вот. Вот это наша классическая подвязка идет. Она, на самом деле, вот я со временем уже стал просто приходить к выводу, что мы подвязываем это просто для того, чтобы это сдать городу. Я большой, какой-то большого смысла сейчас в этом не вижу, потому что это всегда разбалтывается, это всегда все разрушается, и это просто начинает висеть на дереве. Может, вы обращали внимание, да? То есть, подходите, а на дереве веревка, и там на конце это. То есть, фактически просто как бы для того, что это делают все так. Или сдать там заказчику объект, подписать КС-2, КС-3, и все, и успокоиться. Вот в этом нету. Но с этого года я буду пытаться вставить в договор, в смету на каждое дерево и в городе, как бы это казалось бы сейчас космическим, да? До куда? До такие деньжищи, еще что-то. Вставлять вот эти анкера. Вот. Вы знаете, еще немаловажный факт, это то, что они более безопасные, например, чем вот это, да? То есть, вы, наверное, сталкивались на своих, может, частных объектах, когда люди просто, ну, спотыкаются, да, спотыкаются, они их очень не любят, и это крайне неудобно. То есть, эта вещь, она безопасная. Вот. Это металлические анкера. Да. Дальше есть всем известный источник, это European Tree Worker, очень разрекламированная книга. Книга есть на русском языке. Вы можете спокойно ее... Там очень много, кстати, полезных вещей написано, она у меня у самого есть. То есть, это подвязка на подпорке, да? То есть, есть наклонная подпорка, простая подпорка, двойная, тройная, четверная. Да, и указан размер, что все фиксируется на уровне, начиная от 1,3 до 2,3 от высоты дерева. То есть, такая у нас схема подвязки используется в Казани на Ленинской дамбе. Видели, да? Начиная до МЦ. И скрытая система. В данном случае в России сейчас повсеместно начинает именно применять второй вот этот тип, да? Когда происходит именно фиксация кома под землей. То есть, вот я вам пример покажу. Это живой пример, да? То есть, я сейчас не буду рассказывать, как это все детально обсто... Как это все детально делают. Вы можете это найти в интернете. Но вот именно вот эта система, она, конечно, дорогостоящая. И сейчас я не вижу именно экономических каких-то предпосылок для того, чтобы это внедрять в городских посадках. То есть, в городских посадках у нас, в Татарстане. Но очень активно это применяется в Москве. По-моему, на Садовом кольце, где нет возможности закрепиться к чего-то, там именно применяли подземную вот эту скрытую фиксацию кома. И работа именно с большими деревьями, там, начиная обхват 35-40. Вот, по-моему, да, на Садовом кольце я даже видел. Кстати, ну, очень такая интересная система. Но там, понимаете, там и подходы работы с большими деревьями другие. Начиная от того, что вот мы вот про посадочную яму говорим. Там она должна быть у нас там широкая, неглубокая. А в Европе, например, вот этот неуплотненный грунт вокруг посаженного дерева, по-моему, норматив 12 кубов. А где-то в Торонто, по-моему, говорили где-то 30 вообще кубов. То есть мы это вообще пока не рассматриваем. Нам бы хотя бы вот к этому прийти. Дальше. Обрезка кроны на пирамиду. Это на самом деле был больной вопрос у меня до прошлого года. Я сейчас объясню, почему. Именно в моем случае, как правило, посадка деревьев, это все-таки у города, у чиновников такой, как это говорится-то, не маркетинговый ход, а такая пиар-акция. То есть это делается для жителей, много снимается, телевидение снимает, приезжают репортеры. И они никогда мне не разрешали резать крону перед посадкой. Им нужна, чтобы были веточки, чтобы вот они все там было. Потому что когда я им показал фотографию еще где-то года два назад, я говорю, вот надо делать так. Ну, пошевелили, сказали, нет, так мы точно тебе делать не дадим. Вот посадим, а потом давай там в следующем году что-нибудь поделай вот с этим. Но в прошлом году мы наконец-то добились этого, мы обрезали все абсолютно деревья, а еще провели эксперимент хороший. Мы провели это на Липе, на Липе Гринспайр. Мы взяли одну и ту же партию Липы, сейчас вы увидите фотографию Липы, разделили эту партию на две части, а Липа уже была на листе, то есть она выкопана была еще не облистенная, пока она пришла ко мне, пока лежала на площадке, уже появился лист. Вот, и мы одну партию обрезали, а вторую партию мы оставили. И вы сейчас увидите ситуацию, что у нас из этого получилось. То есть вот этот процесс, вот Липа, да, то есть это обхват 14-16, уже она облистенная, и с самым лучшим на свете инструментом фирмы Акатсуна, который я купил в интернет-магазине Кадама Тулс. Вот, мы производим с помощью человека из страны СНГ обрезку на пирамиду. Кстати, он справился с этим, он, вы знаете, это уже не реклама, да, он когда его взял в руки, а еще что есть, я ему пилу дал, я говорю, иди вон березу попили там что-нибудь. Мы как раз там удаляли деревья, он, оооо, и все, и он у меня просто вот, он обрезал 500 деревьев за день у меня под посадку. Вот, значит, обрезали мы все, произвели обрезочку, не больше 30%, и вот в таком виде у нас, видите, то есть, вот здесь только ошибочку допустил, я бы еще вот покороче сделал вот так, то есть, вот наоборот, вот не надо вот такую вот макушку оставлять, вот обрезочка произошла на пирамиду. И, кстати, еще работать со старыми деревьями. Клиенту часто доказываем мы то, что старые аварийные деревья, которые в ужасном состоянии, они просто потребляют денег на свой уход намного больше, нежели уже давно бы посадили какие-то сортовые деревья и просто уже наслаждались их красотой. Вот, вот, смотрите, видите, обрезочка произошла вот на пирамиду. Все, мы все обрезали и высадили растения. Смотрите, знаете, здесь картиночка, в январе я ее делал, но вам сейчас будет есть с чем сравнить, потому что вы увидите, это январь, зимнее состояние обрезанных. Смотрите, какая длина прироста, да? То есть 30-40 сантиметров, то есть отличное здоровое состояние растения. Я понимаю, да, что оно себя будет идеально, хорошо просто ощущать весной. Смотрите, вот что я сейчас, только сейчас обратил внимание, а нет подвязки, да? Вот просто ее нет. Ну ладно, разберемся. Да. Так, зимнее состояние. А вот, смотрите, обрезку не проводили. Вот, то есть те, которые обрезали, они были вот в таком состоянии. Вот, обрезку не проводили, это у нас было просто на одной улице. И вот какое их состояние. Вот, я когда презентацию готовил, мне Кирилл сказал, что это называется эффект рыбного скелета, да? То есть мы видим, что, ну, во-первых, приростики очень-очень маленькие, это раз. И второе, его состояние и внешний вид просто в разы уступает той липе, которую мы обрезали. И, кстати, вот после вот этого эксперимента заказчик в лице там муниципалитета, он мне сказал, говорит, режем. Говорит, а что раньше не резали? Я, да, я говорю, раньше никто согласен не был. Вот, это зимнее состояние. Дальше, полив. Значит, я приведу три вида полива, которые возможно реализовать в городе. Но, к сожалению, наверное, мы можем в ближайшее время, как осуществляли полив из шланга коммунальной машины, на данный момент, наверное, так это и будет происходить. Хотя, вы знаете, вот мы примерно считали, на самом деле, сам по себе капельный полив, он недорогой. То есть уже давным-давно не надо покупать там капельную трубку, там, Рейнбер, да, можно взять там в институт полива, ну, с Воронежа они, по-моему, да, то есть там капельную трубку. То есть все реально можно каким-то образом организовать. Я не говорю, что повсеместно, везде, да, где-то просто невозможно даже какие-то коммуникации там подвести. Но где-то это можно организовать и об этом начинать задуматься. По той причине, что если это хотя бы реализовать, вот как обрезку на какой-то одной улице, то буквально там через 3-5 лет мы увидим просто значительную разницу, где есть полив капельный и где нет этого полива. Значит, это капельный полив. Это сейчас вот, но это говорят уже на всех презентациях. Вот мы были вот с Натальей в Шаховской, в питомнице Саватеевых на презентации, тоже говорили про капельные мешки. Сейчас я фотографию покажу. И вы знаете, вот это, вот я об этом задумался. Вот я реально вот задумался о капельных мешках. И мы, скорее всего, сделаем в этом году эксперимент. То есть я найду поставщика, я пока, ну, даже не думал, есть ли они в России. То есть поставщика этих капельных мешков, и мы сделаем эксперимент полив с помощью капельных мешков. То есть о чем я говорю? Вот он, капельный мешок. То есть это мешок, да, в который здесь вода, и он, как капельная трубочка, начинает потихонечку давать влагу. Кстати, смотрите, вот фотографию потом я увидел, какой отличный просто приствольный круг, да. Я просто фанат приствольных кругов, это я это, ну, сплю и вижу эти приствольные круги. Вот приствольный круг, все аккуратненько и все хорошо. Схема полива. Смотрите, вы, хотел сказать, не обязательно фотографировать, но фотографируйте. Я вам объясню, смотрите, это не путь к действию. В смысле это не делает, ну, что это надо делать везде. Зависит все от вашего региона, от, там, климатической зоны, от деревьев. Это я просто написал усредненно. Примерно для того, чтобы понимать. То есть, как я говорил, полив у нас идет, там, 40 литров на одно дерево. Вот здесь я написал обхваты, да, ствола от 0 до 16, от 16 до 32, это все в сантиметрах. И от 32, ну, это я так уж написал до бесконечности, да. Вот, и написал, какие оптимальные вообще параметры для, должны присутствовать для полива. И какие параметры минимальные. Вот эти, смотрите, вот эти минимальные параметры, ну, здесь они могут, там, этот, там, у кого-то не 2-3 месяца, условно говоря, там, 1-2 месяца будет. Вот, знаете, лучше тогда, в принципе, уходить даже из городского озеленения, если вы не можете обеспечить вот это. Вот это в любом случае нужно обеспечивать, по той причине, здесь получается эффект замкнутого круга. Когда заказчик видит растение, которое себя плохо чувствует, ну, я вот про город, он начинает наяривать вам. Водит, я понимаю, там, так же, как меня, вводят в такой транс, да, вот это орать, там, что-то, да, у меня, да, мы такие деньги, да, город, да, у меня сейчас президент приедет, а у меня здесь все это стоит. И вот если добиться вот этого, потому что в первый год после посадки вам не так важно вот замыкаться там на удобрения. Кстати, удобрения мы не вносим, то есть мы когда сажаем весной, мы начинаем по формуле НПК, то есть азот фосфор калий, работать только с осени. Мы только поливаем, мы поливаем его до сентября месяца, но по кроне делать опрыскивание там лигногума от железа есть смысл, но просто бездарно кидать удобрения там, не взвешивая даже его, этого не стоит делать. А вот это нужно обеспечить, именно полив. Это вам просто такие, кстати, вот эту всю формулу, не формулу, а вот эти все сроки, их можно выводить прям буквально до недели, это просто вы общаетесь с поставщиком материала. На самом деле вот все те вещи, которые я сейчас здесь презентую, это не я прочитал где-то в умной книге, или я там ютуб-канал какой-то посмотрел, или я такой шибко умный, да. Я просто очень глубоко работаю с питомниками. На самом деле я парень очень въедливый, и когда мне деревья приходят, меня уже даже Мишук знает, и я знаю даже его телефон жены уже. Просто я понимаю, если он не возьмет телефон, я жене позвоню, жена 100% возьмет. И они мне эту всю информацию предоставляют, я ее просто, эту информацию чуть-чуть только адаптирую под свои условия. И в этом, кстати, я выполняю всегда все рекомендации питомника. Кстати, наверняка питомники и вам всем рекомендации дают, но вы иногда неохота, может быть, иногда времени нет, иногда вы считаете, что это вообще не ваша работа, а пускай это. Но рекомендации эти выполнять крайне-крайне важно. И здесь опять-таки возвращаясь, да, прежде чем кидаться на цену дерева, я когда выбираю, где я буду что-то либо покупать, меня цена интересует в пятую очередь. Меня интересует первый питомник, чем они там вообще занимаются, чем дышу, да. То есть какая агротехника, в каком состоянии у них поля, проводят ли они хотя бы ту же самую обрезку. Вы знаете, что если вам дерево придет с кроны, которая просто, ну, крона неправильная, вы ее будете у клиента на участке, тем более, исправлять три года. Вы три года будете заниматься выведением этой кроны. Хотя это дерево, может, вам обошлось в три тысячи рублей. Оно в итоге вам обойдется просто-напросто дороже. Вот, значит, схему полео я обозначил. Ну и правило номер 10, это, наверное, самое основное правило, это любить растения. Сегодня день влюбленных всех, да, вот, с чем я вас и поздравляю. Это, наверное, самое главное правило. Вот, и вы знаете, еще большую помощь, это я уже даже не по презентации скажу, а это вот сейчас просто я об этом вспомнил. Я сам по образованию математики, я вообще мехмат закончил. А вот так вот попал, и слава богу, в зеленую отрасль, что, наверное, стало не наверное, а стало делом жизни. И вы знаете, вот сейчас в понимании многих процессов, о которых вот я сейчас рассказал вам, да, о которых там лигногуматы и прочее, прочее, понимание мне дает только одно. Это я сижу, очень сложно читаю физиологию растений. Я ее реально, эту книжку читаю с гуглом и яндексом. Вот, но ее надо прочитать. То есть, если вы собираетесь профессионально заниматься этим, я не говорю там, кто сейчас здесь сидит, профессор Тимирязевки, вот, а про тех, кто, ну, ну, освежить знания, углубиться, может, в какие-то вопросы. Это физиология растений и как можно больше книжек, это по защитным мероприятиям. По той причине, вот я здесь не указал в презентации, но после посадки дерева, это все, что вот я рассказал, это самое простое, что, в принципе, существует в городском озеленении. Дальше это вам придется осуществлять, если вы этим будете заниматься, уход за этим. И там немаловажная вещь состоит, это защитные мероприятия, которые вы должны, безусловно, проводить, да. То есть, это фунгициды, инсектициды и прочее, прочее. И не пропускать обработки, не пропускать обрезки, все время следить за приствольным кругом. Приствольный круг этот расширять. И масса-масса вот этих вопросов, которые у вас будут возникать уже в процессе эксплуатации этих деревьев. Вот, значит, компания Эко-Сити, сайт, мой телефон, моя электронная почта, обращайтесь по всем вопросам. И мои соцсети, это, значит, Facebook и Instagram. Все, все, спасибо. Это был капельный мешок, и у меня теперь тут внутри появляется ли какая-то патология, клиники и там еще что-то. Вы знаете, я их еще не использовал. Я их буду в этом году использовать. Да, еще не использовал. По поводу полива, если деревья подсажены вот в октябре, и всю зиму там большой снежный покров, как поливать, с весны, лет, все поливать. Мы обязательно используем такой прием, как лагозарядковый болель. Его надо осуществлять обязательно. Это не касается только оленопарковых деревьев. Это особенно касается хвойных деревьев. Вы говорите, если осенью посадили? Осенью посадили, оленя хорошо, зима прошла. Нужно соблюдать такой же вот режим, как у вас там было написано. Естественно, конечно. И смотрите, еще, если вы сажаете осенью, вообще я не сторонник сажать в городе. Я сейчас про город говорю, про городские посадки. Я не сторонник сажать в городе осенью оленопарковые деревья. Знаете почему? Очень просто. Если я сажаю весной, у меня есть время устранить многие проблемы, которые возникли, может быть, по моей вине или по вине питомника. А если это осенью, во-первых, вы обрезку не проводите. Ну, понимаете, да, осенью посадили, вы ее весной, эту обрезку сделаете. Вот. И с весны вы начинаете все те же самые мероприятия по поливу осуществлять, конечно. Минимальная глубина по осадке? Два метра тридцать семь сантиметров. Да. Да я шучу, а. Извините. Смотрите, смотрите. Да. Нет. Вот. Смотрите, еще раз. Слушайте, какие вы это... Я сейчас здесь деньги начну с вас собирать, и вы мне все отдадите. Во всем верите. Так, смотрите. Еще раз. Про глубину посадки. Вот у вас ком. У вас имеется посадочная яма. Ком, она, вот, допустим, ее поверхность, да, внешняя. Вот у нас ствол. То вы посадочную яму делаете следующим образом, чтобы ком у вас выступал где-то на 5-7 сантиметров выше. То есть, смотрите, вот у вас вот так должна быть. Вот как будто вот. И вот, исходя из этого, вы начинаете регулировать глубину посадочной ямы. Это, на самом деле, еще не все. Если требуется дренаж, то, естественно, у вас, вы посадочную яму делаете глубже на толщину вашего дренажа, который у вас будет присутствовать. Но основное это вот, чтобы был вот это, это 5-7 сантиметров. Вот. Вот это основное. Да, конечно. Я работала на том центре и видела большую разницу, замечательно, что у вас там садятся 2-9. А что на это? Смотрите, вот на это и рассчитано, вот эти 5, на тот момент, что, ну, допустим, яму выкопали глубже, потом мы там подсыпали что-то и так далее, и ком, например, сел, да. То есть вот это он и нивелирует этот процесс. То есть то, что он будет выше, допустим, но ничто не сядет. Это вообще не страшно. Страшно, если бы мы сделали под уровень, а он еще глубже бы ком туда этот ушел. Кстати, мы, когда вот это правило не делали, 5-7 сантиметров, вот эти проблемы все и получали. Это такая большая была проблема, да. То есть особенно, знаете, такая красота. Ходишь, восхищаешься, ну, какой я профессионал все-таки. Ну, ведь не зря это, деньги зарабатываю, да. А потом ливень прошел, сильнейший ливень такой. Господи, какой же я непрофессионал. Вот реально. То есть они начинают вот так все там этот, там мешковину начинаем видеть. Не то, что там это, что-то там у нас переуглубилось. Они переуглубились все-таки, деньги уже давно. То есть мы пришли и видим по факту, где его углубилось, ствол уже широкий. Ну, что вокруг? Ну, я думаю, в этом случае надо идти на передачу «Пусть говорят». Вот, и просто сказать, ну, у меня там углубилось, вот. Ну, и что-то там решать. Да ничего не надо делать, подымать будете. Ну, а что? Ну, вот многие же, наверное, сталкивались с объектами. То есть приходите, какие-то ландшафтники в кавычках насажали так, что все углубили. Ну, что, подымаем деревья. Вот мы осенью, ой, осенью эту операцию делали. Совместно с питомником даже Неваки, я там Кириллу... Потели мосту? Да, да, потели мосту. То есть, представляете, то есть дерево вот так, оно просто утонуло там где-то. И все подымали, и все в порядке сейчас. По поводу гарантийных обязательств, вот когда в городе, допустим, большие объемы вы сажаете, сейчас, как бы, все желают, чтобы были какие-то гарантийные обязательства расширенные. Вы, вот, например, в частности, сколько даете? И другой немножко вопрос, то, что зимой, после очистки дорог, вот эти реагенты, все, естественно, как бы тоже негативно влияют. И считаете ли вы это там гарантийным случаем? Так, вот смотрите, по поводу, так скажем, вменяемое и адекватное, это когда вы осуществляете поставку деревьев, обслуживающая организация города осуществляет посадку деревьев и уход за этими деревьями, но вы по контракту осуществляете авторский надзор. То есть вы находитесь на объекте, у вас есть полномочия по, ну, организации каких-то процессов с этой обслуживающей организацией, и они это делают, и в этом случае гарантий на деревьев нет. Это первое. Вторая конструкция, это когда вы предоставляете полный договор, то есть у вас идет договор с посадкой и с гарантией два года. Вот, и естественно по гарантийным обязательствам там по большому счету никого ничего не интересует, там реагент не реагент, вы просто меняете деревья, и фактически здесь получается, знаете, как, ну, лишь бы денег, которые заложены там, ну, на эту гарантию хватило, эту гарантию выполнить. Потому что, еще раз повторюсь, городская среда это крайне агрессивная среда. Все те агроприемы, которые я применяю в городских посадках, их, в принципе, никто не применяет там на, там, их не надо применять там в частном, например, на частном. А? А, и такие же, а, тоже, да? Да. Вот, и здесь момент, вот, например, смотрите, вот городские почвы, да, там крайне засолены, да, есть еще, по-моему, книга есть умного профессора Владимир Сергеевич Теодоронский, или, может, ну, путаю, да, то есть он массу написал книг и трудов именно по городским посадкам, да. И еще в те годы, там, в 80-е, был четко прописан регламент, да, что надо промывать грунты в городских условиях каждые два года. И промывка идет, не совру, 120 литров на один квадратный метр. Вы сами можете представить вообще промывку грунтов, допустим, в городе, например, у вас 10 километров магистралей. Этим никто не будет заниматься. Не то, что они не хотят, а у них просто даже на это нет ни ресурсов, ни денег, ничего. Вот, но вопросу тому, чтобы осуществлять подбор и видов, и сортов деревьев, которые будут более-менее себя осуществлять в городе, вот эта задача одна, ну, такая из важнейших. Но, смотрите, вот реагент, например, есть такой момент, да, все реагенты, в принципе, вредны, но вы можете повлиять на тему негативного воздействия вот этих отходов на деревья только одним способом. Если вы займетесь вопросом изучения, какими противогололедными реагентами они пользуются. Я по роду своей деятельности, которая была до озеленения, я очень хорошо знаю тему противогололедных реагентов. Я знаю, на какие классы они делятся, да, что есть с составом магний-хлористый, натрий-хлористый, кальций-хлористый, ну, что из себя представляет там эта химическая формула, как они воздействуют и прочее. И сейчас самый безвредный противогололедный реагент, но он условно безвредный, но не несет таких действий, как, допустим, та же самая техническая соль, это кальций-хлористый. Вот, и здесь только есть один момент, как вы можете на это повлиять. Это или рекомендовать использование противогололедного реагента, какой-то, ну, с каким-то определенным составом, или чтобы они отказались от использования противогололедного реагента. Но это, я думаю, что, в принципе, ну, очень трудно, трудно выполнимо. И, отвечая на ваш вопрос, вы не услышите от меня сейчас ответ. Ну да, я такой молодой, красивый захожу. Вот так, а я видел, реагент использовали. Я видео снял. Все, не гарантийный случай. Нет такого, ну, естественно, если что-то это, никто не... Меняем деревья. Можно еще вопрос? Конечно. Скажи, пожалуйста, как делать приствольный и фиги на подробнее? Как? Слушай, ну, Евгений Николаевич, давай земли, лопату. Я сейчас здесь приствольный круг забабахаю поподробнее. Нет, смотрите, да, у нас, во-первых, тайминг, да, это на самом деле очень легко делать. Даже, кстати, вот книга же была «Европиан 3 воркер». Она сейчас в лабиринте идет со скидкой, 573 рубля. С Аватееву ее продавали по 1200, а в питомнике шоу по 1500. Вот я мониторил этот вопрос. Вот, покупайте книгу, там реально очень хорошо все написано.